МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. Калмыкия начала подготовку к международной выставке форуму «Россия». Для наблюдателей на выборах депутатов Народных Урал-Парламент Республики Калмыкия организованы обучающие семинары. И осталось меньше недели до завершения приема документов для поступления на очную форму обучения в опорном региональном вузе. Калмыкия начала подготовку к международной выставке форуму «Россия», которая пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Глава Калмыкии представил концепцию экспозиции нашего региона первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко. Стенд будет отражать историческое и культурное многообразие Калмыкии, ее возможности и перспективы. А главное поможет открыть нашу республику для всей страны. Уверен, выставка форум «Россия» войдет в историю, поделился Хасиков. Пройдена одна треть обучающих семинаров наблюдателей, которые примут участие на выборах депутатов Народных Урал-Парламента Калмыкии. Наблюдатели от Общественной Палаты Республики будут следить за прозрачностью избирательного процесса. В течение прошлой недели тренеры и преподаватели общественного штаба провели пять семинаров по обучению наблюдателей, два из которых прошли в Элисте и три в районах республики. Впереди остается 10 мероприятий, на которых тренеры и преподаватели общественного штаба проведут свои обучающие семинары. Взят хороший старт и интенсивность обучения, позволяющая в течение одного месяца провести обучение общественных наблюдателей на высоком уровне. И роль наблюдателя непроста. Долг каждого общественного наблюдателя перед обществом превращается в обязанность. На избирательном участке наблюдатели должны быть до открытия избирательных участков, присутствовать при пломбировании УРМ и впоследствии следить за нарушениями и принимать жалобы от избирателей. После прокурорской проверки должностное лицо освобождено от замещаемой должности муниципальной службы. В рамках проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный служащий администрации города Элисты необоснованно задекларировала в качестве дохода денежные средства, происхождение которых в последующем подтвердить она не смогла. Более того, ею в этот же период разрешались обращения одного из предпринимателей об участии в ярмарках товаров на территории города. В нарушении закона она меры по уведомлению своего работодателя или органы прокуратуры о склонении предпринимателем ее к совершению коррупционного правонарушения не предприняла, совершив в итоге коррупционное преступление. Следственным органам в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки от предпринимателей за предоставление площадки для проведения ярмарки. Жительница Городовиковского района перевела более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками банка. Полиция Калмакии регулярно рассказывает об уловках злоумышленников, реформах и методах психологического воздействия. Несмотря на профилактику, граждане, теряя внимательность, верят и отдают свои сбережения злоумышленникам. Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам быть более бдительными. 17 июля 2023 года в МО МВД России Городовиковский обратилась женщина, сообщившая о факте мошеннических действий. Женщина пояснила, что на протяжении трех дней с абонентских номеров с ней связывались сотрудники банка и правоохранительных органов. Собеседники убедили пострадавшую пенсионера обезопасить денежные средства и перевести их на безопасный счет, в результате чего, не проверив поступившую информацию, она лишилась 1 миллиона 75 тысяч рублей. Вскоре я осознал, что с ней связывались мошенники, женщина обратилась к сотруднику полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ. Будьте осторожны, в случае поступившей подозрительной вам информации прервите разговор и незамедлительно сообщите в полицию. Осталось меньше недели до завершения приема документов для поступления на очную форму обучения в опорном региональном ВУЗе. Последний день 25 июля, а конкурсные списки будут опубликованы 27 июля. О том, как проходит приемная кампания, в нашем следующем материале. Энгель Мучеряева со школьной скамьи решила, что учеба для нее на первом месте. Именно поэтому Элистинскую школу она закончила золотой медалью. Сейчас у нее в планах поступление в Калмыцкий государственный университет. Сейчас можно заметить, что студенты используют все возможности, предоставляемые университетом. Помимо получения грантов на внедрение научных проектов, повышенных и именных стипендий и программы двойных дипломов, в ВУЗе можно изучить иностранный язык. Я выбрала Калмгу, потому что я знаю, что Калмгу сотрудничает с ВУЗами Китайской Народной Республики и отправляет своих студентов на стажировку туда. Также Калмгу является одним из основных университетов, которые хорошо преподают китайский язык. Это меня заинтересовало. Я долго советовала со своей семьей, все говорили, почему бы и нет, раз ты хочешь, и все настаивали на этом. На сегодняшний день в Калмгу на все формы и уровни обучения на 1239 бюджетных мест подано 4708 заявлений. Большой популярностью по-прежнему пользуются направление юриспруденция – 16,5 человек на место, государственное и муниципальное управление – 12 человек. Как бы решил поступать, потому что здесь есть направление, которое мне нужно, я хочу сказать. И недалеко мне нравится здесь. Подал я на ФИЦ, это ментальная информатика и информационные технологии. Долго думал, хотел поступить в Питер, но что-то не срослось. Я ни о чем не жалею. Обширная география абитуриентов. Представители 41 региона России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья подали документы в приемную комиссию ВУЗа. Для ребят из сельской местности и для родителей, в первую очередь, принципиально важно 100% предоставление места у нас в наших студентских общежитиях мы предоставляем. Конечно, у нас именные стипендии и повышенные стипендии. Что очень важно, еще один момент, ведь формируя модель или образ нашего выпускника, нам очень важно дать возможность нашему выпускнику, нашему студенту, потом уже нашему выпускнику, чтобы он как можно большими компетенциями овладел. Поэтому мы предоставляем нашим студентам изучение дополнительных иностранных языков. Как отмечает ректор ВУЗа Бадма Салаев, главная задача университета создать условия для того, чтобы этими возможностями могли воспользоваться максимальное количество студентов. Поэтому опорный ВУЗ Республики развивается и растет с каждым годом. Атлана Конова, Владимир Цугленов, информационная программа «День Республики». Проект «Победитель. Запомни наши лица» и фотоистория Ергенинского Всероссийского конкурса «Молодой души» продолжает работу. В 2022 году из 1055 заявок Алмыкия вошла в число 70 победителей, выиграла грант. А началось все в 2019 году, когда у учителя Ергенинской школы возникло желание сохранить историю в фотографиях, рассказывает победитель конкурса Инна Бургуева. На средства гранта было приобретено оборудование для оцифровки фотографии. В ходе работы над проектом было обработано более 3000 фото, выложено более 300 постов. За короткий срок проект набрал тысячи просмотров в социальных сетях. Жители поселка и живущие в России из-за границы выходцы из села дали огромный отклик и стали делиться фотографиями. Весь мир фактически заглядывал и смотрел. Оказалось, что выходцы из поселка Ергенинский у нас находятся по всему миру, кроме Африки. Оказалось, что проект, вообще сама идея, наверное, востребована, потому что все это началось быстро масштабироваться. Первое, это то, что мои подписчики тоже решили открыть такие группы у себя, вот группа Ульдичины, группа вот еще одна, не помню, поселковая тоже открылась именно с этой подачи, скажем так. Дальше у меня, в общем-то, родственники ему уже сказали, почему, вот по поселку Ханата, например, нет такой группы, начала вести группу по поселку Ханата. Потом в ходе работы над проектом вышла на фотоархив, значит, выход за с Ергенинского, Толстого, он молдаванин, пришел по городовиковскому призыву солдат и работал долгое время фотографом в районной газете. Оказался очень большой фотоархив и создала новую группу, это Киченеровский район, глазами Толстого Григория Константиновича. Старые фотографии – самые ценные семейные реликвии, практически в каждой семье они хранятся и передаются из поколения в поколение. В рамках проекта восстановлено более 100 данных жителей поселка Ергенинский до военного и послевоенного периода. Привлечено 50 серебряных волонтеров для проведения работы по сохранению и оцифровке семейных архивов жителей села, подготовке собранных материалов. Проведено 5 викторин и 5 квестов по истории поселка, организованы встречи со школьниками и жителями поселка. Какой вклад за него несли в развитие поселка, в развитие республики, не только одного поселка. Вот школа, вот дети, вот директор шоссовоза Чуримов Анатолий Чонович. В те годы, когда еще детские годы, у нас в поселке почти все мужчины были участниками войны, почти все. Но сейчас там уже никого не осталось, но память о них сохраняется благодаря вот этим фотографиям. Ну я еще когда студенткой была, я с учениками ходила, вот и собирали мы. Даже по тем временам тоже такая патриотическая работа проводилась, и мы вот эту работу проводили. Приглашали на классные часы, записывали все эти воспоминания. Вот патриотизм действительно воспитывать, показывать примеры хорошие, которые у нас в жизни есть очень много. С начала 2023 года более 5000 исследований выполнили в Центре крови Калмыкии. Именно лабораторная диагностика помогает поставить точный диагноз и возможность выбрать правильную схему лечения, ориентируясь на результаты анализов. Это биохимия крови, коагулограмма, общий анализ, инфекции ВИЧ, гепатит, сифилис и другие. Наша лаборатория на постоянной основе участвует в федеральной системе внешней оценки качества клинических исследований, что позволяет обеспечивать тестоферность и точность нашей работы. В настоящее время мы заметили высокую сознательность населения, и лабораторная диагностика дает 80% информации для постановки правильного диагноза. Призываем регулярно обследоваться, полное обследование вы можете пройти у нас. Как сообщает Центр лицензионно-разрешительной работы, для продления срока разрешения необходимо обратиться в подразделение не позднее, чем за месяц до окончания его действия. Очередной плановый рейд провели сотрудники Республиканской госавтоинспекции в Экипрульском районе. Подобные проверки проводятся каждые выходные дни практически во всех регионах России. Обычно на определенном участке дороги дежурят сразу несколько полицейских экипажей, которые останавливают абсолютно все проезжающие автомобили. Мероприятие направлено на соблюдение водителями правил дорожного движения. Из наиболее частых нарушений встречается вождение в состоянии опьянения, непристегнутый ремень безопасности и отсутствие детского кресла. Согласно анализу аварийности, летний период связан с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий, с тяжкими, особо тяжкими последствиями. Все это связано с увеличением плотности транспортного потока, то есть период отпусков, люди начинают передвигаться по различным регионам Российской Федерации. Госавтоинспекция Республики Калмыкия работает в летний период именно в усиленном режиме. Проводятся рейдовые мероприятия как на автомобильных дорогах федерального значения, так и на дорогах регионального значения. Рейдовые мероприятия вносят условное название «Сплошные проверки», то есть проверки подлежат все транспортные средства. Связано данное мероприятие с выявлением грубых нарушений правил дорожного движения. С начала текущего месяца на дорогах Республики зарегистрировано свыше 12 дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим в регионе проведено 7 подобных ширкомасштабных рейдовых мероприятий. Инспектор остановил, вежливо подошел, вежливо попросил документы. Приятно, когда инспектора вежливые. Спасибо. И то, что они предотвращают нарушения, это тоже безопасность дорожного движения прежде всего. Ну, они для нашей безопасности проводят это. Наша безопасность от них зависит вся. С одной стороны, правильно, чтобы профилактика, меньше аварий, чтобы люди не напрягались. Напрягать надо немножко водителей, чтобы к порядку приводить. Ну, нормально, хорошо, нужно дело. Надо проводить такие рейды, да, тоже считаю, что это нормально. Самонарушений не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова